Мы находимся в Симферополе, в книжном магазине «Терджиман» на улице Севастопольская, 44. В этом году магазину «Терджимана» исполнилось 8 лет. Идея появилась очень давно. Хотелось, чтобы в Крыму, в Симферополе был специализированный книжный магазин, который мог бы стать центром, площадкой для развития языка, литературы, который смог бы объединить писателей, желающих и способных что-то писать, и читателей, которые нуждаются в подобной литературе, в подобных знаниях. Постепенно за эти годы мы смогли аккумулировать всю литературу, ранее изданную, и все новинки, которые в данный момент выходят на крымско-татарском языке, их можно и нужно искать у нас, так как именно это и было основной целью магазина — собрать все, что есть по крупицам из нашего родного крымско-татарского и сделать это доступным для наших покупателей, для наших читателей, чтобы каждый ищущий знания смог прийти и найти здесь то, что его интересует. У нас также большой ассортимент религиозной литературы для детей, для взрослых, различные переводы Корана, хадисы. Каждый человек верующий может найти для себя книгу для души. С магазином знаком примерно около пяти лет. Нравится то, что большой ассортимент продукции, мусульманская всякая литература полезной. Очень нравится, что можно купить очень полезные книжки, развивающие для детей. Сувенирную продукцию с национальным колоритом. Сейчас в городе этого мало, а здесь все собрано в одном магазине. То есть придешь и найдешь то, что искал. Кроме книжного ассортимента у нас также есть сувениры, изделия крымских мастеров, очень талантливых. Это и гончарное искусство, и живопись. Также есть изделия зарубежных мастеров. Магазин, чем мне больше нравится, уникальность, разнообразность предлагаемых книг, различные тематики на различных языках, на русском, крымско-татарском языках. И своим колоритом, наверное, восточным колоритом, именно крымско-татарском, тюркским. Основной ассортимент, на который мы делаем акцент, который более востребован в данный момент, это книги для детей на крымско-татарском языке. Наши молодые родители осознают необходимость обучения детей крымско-татарскому языку с раннего детства. Поэтому этих книг действительно очень много. Стихи, сказки, небольшие разукрашки. Это то, что позволяет ребенку с самого раннего возраста познакомиться с родным языком, приблизиться к нему, прочувствовать его. Ну и в дальнейшем наращивать свой словарный запас по мере взросления. У нас также очень много книжек на исламскую тематику для детей, которые содержат очень интересные нравственные, воспитательные моменты. Таких книжек тоже очень много. И в основном родители, покупая книги, в первую очередь покупают их для детей. Сейчас большинство людей переходит на телефоны, планшеты, читая страницы в соцсетях, проводят время, то драгоценное время, которое раньше наши благородные предки посвящали изучению книг. Но на самом деле есть большая разница между цифровой подачей информации, между извлечением знаний из соцсетей и чтением книг. В соцсетях информация мелькает, и так же быстро, как она появляется в нашем поле зрения, она исчезает, не оставляя никаких глубоких знаний либо понимания вещей. А читая книгу, человек запоминает информацию, доходит до его души, и памяти остается намного более эффективно, и человек может возвращаться к книге снова и снова. У нас есть разные возможности. Мы предоставляем услуги доставки по всей России. Каждый человек может, сидя дома, листая наши странички в соцсетях, найти необходимую литературу, связаться с нами, сделать онлайн-заказ и получить нужные товары по почте. Мы разработали ряд игрушек, которые позволяют обучать ребенка самого раннего возраста в игровой форме. Это и пособия учебные, методические пособия для изучения крымско-катарского языка, и это также игрушки, которые помогают в игровой форме изучать арабский алфавит с детьми. Учителя ислама по достоинству оценили эти пособия и используют их здесь в Крыму, на наших занятиях с детками. Они используют их в качестве рабочего материала, таким образом закрепляя знания, полученные детками в процессе урока. Для нас чтение должно быть своего рода поклонением. Так же, как мы выполняем намазы, пост, как для нас это ценно и как бережно мы это охраняем, так же мы должны относиться и к чтению, так как это было первым, с чем Всевышний обратился к нам. Поэтому я хотела бы, чтобы мы с детства приучали своих детей к чтению, к книгам и относились к этому со всей серьезностью, так как именно книги дают нам необходимые знания, и именно книга является сильнейшим источником в любое время. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам newssobachkaoliv.tv Субтитры создавал DimaTorzok